Привет народ! Скажу сразу, что данная поездка была до самоизоляции по коронавирусу в феврале месяца. Кстати, за упоминание слова коронавирус, сейчас ютуб может даже заблокировать этот видеоролик. Так как у меня блог про рыбалку, я в каждой стране, где бываю, стараюсь посетить местную рыбалку и потом показываю, как она выглядит в разных странах и что в ней есть экзотического и необычного. Вообще, если говорить о Шри-Ланке и коронавирусе, то во время нашей поездки китайцев практически не было, так как их просто не пускали в другие страны. А основная масса отдыхающих были иньейцы, русские и европейцы. Если же говорить о рыбалке, то ее здесь три вида. Морская, речная и озерная. Сначала я решил в Склачину с другими отдыхающими поехать на морскую рыбалку, так как это океан и здесь очень богатая и разнообразная жизнь местных подводных обитателей. Например, я неоднократно вживую, прямо около берега наблюдал за небольшими акулами, наблюдал, как они охотятся на мелководье, пытался за ними плавать, либо плавать рядом. Это очень экзотическое зрелище и крайне интересное впечатление. Кроме того, подводный мир здесь прикольный и разнообразный, так как это не море, а все-таки океан, и он более богат на каких-то других видов рыб и обитателей. Здесь каждый день я плавал с огромными черепахами, почти под метр в диаметре. Народ на берегу же кормил этих черепах монстров травой. Никто их не обижал, некоторые из них были даже окольцованы. Если говорить о черепахах, то я был свидетелем двух очень редких случаев. Сейчас снимали черепашат, короче, черепаха прямо вот здесь в отеле, отложила яйца и кучу черепашат родилось. Короче, их прямо в море выпустили, прямо сейчас. Выкопали, откопали, они прямо вот, молоденькие, так прикольно, вообще-то офигенско просто живность. Сегодня мы еще днем увидели черепаха, огромный, там, сантиметров по 80 яиц. И эти черепахи, можно сказать, вручные. Второй необычный случай возник, когда мы вечером проходили по пляжу, и тут я увидел вот такое зрелище. Черепаха отложила яйца и тщательно закапывала в песке. При этом кафе было рядом, примерно в 10 метров. Также на Шри-Ланке много и другой живности. Например, вараны, которые иногда бегают между отелями. А ночью прямо на стены отеля вылазят небольшие гиккончики, примерно 5-10 сантиметров в длину. Некоторые из них через шланги от кондиционера ночью забегали прямо в номер. И это довольно щекотливая ситуация. В общем, природа Шри-Ланки многообразна, и рыбалка в море должна была быть, по мне, очень многообещающей. Но когда я общался в группе в Телеграме по Шри-Ланке, мне написала девушка, которая только что приехала с морской рыбалки, и написала о том, что это самое ужасное, что с ними произошло на отдыхе. Постоянная качка, тошнота и рвота, при этом они поймали пару небольших рыбешек. Если же говорить об озерной рыбалке, то, насколько я понял, это рыбалка на рыбу, выращенную в неволе. На такой рыбалке я был в Таиланде. Да, габариты такой рыбки, конечно, впечатляют. Но, скажем так, нет такого азарта, который есть при дикой рыбалке. Именно поэтому мы решили поехать на речную рыбалку, где живут настоящие дикие крокодилы, а на деревьях сидят огромные павлины. Место, куда мы поехали, находилось от нас примерно в 70 километрах, если ехать по автобану. Мы пересели на Тук-Тук, куда проедем. Кстати, Тук-Тук это, по сути, трехколесный мотоцикл, только с кабиной на 2-3 человека. Короче, мы приехали на реку, с ломаным английским пытаемся общаться. Ну, вроде как получается. Вот, сейчас еще ночь, но москитов нет, есть, но есть большие крокодилы, и это радует. Не знаю, и то, и другое радует. Сумасшедший человек, который ночью в какое-то вообще непонятное место, вообще никто ничего не понимает, кто что-то вообще говорит. А, я не знаю. А что, все нормально? Уже на реке, на лодке. Сто баксов отдали. Сто баксов отдали. Сумасшедший человек, какое-то озеро. Вообще темнота, ничего не понятно. Никто не понимает, у нас не понимает. Удочки у нас какие-то деревянные. Вот такие леска, ну, 0,3-0,2. Не знаю, как на них мустров ловить. Но там спиннинг такой нормальный лежит. Короче, на лодке стоит мотор пятнашка, а лодка такая метров, наверное, 5-7 длиной. Что у нас начинает, по-моему, взлетать, и мы выдвинулись. Короче, ловить мы будем на какие-то креветки, удочки. У меня вот очень смутные сомнения, что на такие удочки можно поймать что-то большое. Вот это я понимаю воблеры. А то какие-то креветочки, какие-то удочки-палочки. Вот тут я вижу, что серьезная леска 0,5. Это крюканы такие нормальные. Короче, ловим мы на воблеры вот такими снастями. Здесь письки, а? Короче, на картинках рыбу показали, теперь на воблеры будем ловить. Ну что, как приедут? Привет. Крокодилов мы не видим, рыб уже как-то нет. Плывем минут 15. Спиннингов тут тоже нет. Тещут прям реальные заросли, как тростниковые и мангровые, я не знаю, как назвать. Ну, красиво, конечно. Как в кино, только рыба не ловится. А вот мой спиннинг. Рука. Кстати, если кто-то очень внимательный и заметил ниточку на руке, хочу пояснить, откуда эта ниточка. Шри-Ланка страна верующих. И тут очень много буддистов. И на Шри-Ланке везде есть статуи Будды. Причем фигуры Будды нельзя вывозить из страны, если они больше определенного размера, так как это их национальное достояние. Так вот, мы посетили одно из очень крутых мест, где нам Будда прочитал какую-то молитву и привязал эти ниточки. Поначалу я относился довольно скептически к этим ниточкам, так как они просили за это дело денежку на храм. Ну, вроде чисто коммерция. Но по истечении времени я пересмотрел к ним свое отношение, так как до приезда на Шри-Ланку у меня была огромная куча негативных событий, причем постоянно. Эти события были практически каждую неделю. То я просто на рыбалке просрал камеру, когда попал в ураган, то еще какие-то куча не публичных негативных событий. После прилета со Шри-Ланки в Россию череда этих негативных событий каким-то чудным образом прекратилась, хотя перед поездкой она длилась примерно около трех месяцев. Пока у нас не клюет. Видим павлинов. Видели одного крокодила. Это крокодил огромный. Рыбы не видит. Опа! Что, рыб? А, чужая рыба. Чужая рыба. Короче, ну по сути, я поймала рыбу. Только чужую. Короче, поймали, зацепили леску чью-то. Чью-то рыбу поймали. А-а-а, моя рыба. Ай, моя рыба. И поймала рыбу. Счастливо. Неважно как, главный результат. Алло. Кстати, я всегда думал, что павлины из-за своей массы бегают только по земле. Но оказывается, эти туши умеют еще и летать. Еще я думал, что крокодилы живут только в супердиких местах, либо в неволе. Но, как видно, даже стройки, моста и дома на берегу не мешают крокодилам тусоваться в реке. Вот где-то вот в этих кустиках, вон сейчас мы его снимали. Мне дали новый воблер, где технология ловли вот такая. Короче, ни воблеры, ни технология не помогают. Я поймала еще одну рыбу. Тихо, 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 тихо. Моя рыба моя. Короче, Жанке поймалась рыба. И выглядела рыбалка следующим образом. Как только она поймалась, хлопцы ее хватают за леску и вытягивают. В общем, знаешь, как в сказке. Типа они двое из дворца. А вы что из-за меня еще и есть будете? Ага, здесь то же самое. А вы что за меня еще и ловить будете, вытаскиваете? Ага, чудная рыбалка. Все, сейчас мы приехали на какие-то креветки ловить. Уже устал ее так их рукой маслать. Короче, одну я зацепил и она сошла. А Жаначкина, вот, удача, удача. Сейчас будем ловить вот такими удочками. Ага, вот, креветка. Ой, мой, коробок. Пиш, пиш, пиш. Вот, нормально, еще один. Карося. Барабы ищем. Барабы. Да. А, типа как дорада. И здесь у меня вторая удочка. Вот так вот сидишь и рыбачишь. Мы бы уже все это закрепили, сидели бы, пиво пили. А тут надо рыбачить вот так вот. Слушай, ну это в приличном месте, что-то. Какое приличное место, тут крокодилы плавали. Какое приличное место. Что-то тебе пиво плавали. Ну ладно, ждем, короче, уже. Ловим, наверное, третий час. Пока не очень. А я поймала одну рыбу, две. Ну, поймала. Ну, поймала, поймала. Ну, ладно, конец, блядь. Здесь воротами. Упалась. У нас еще одна рыбу маленькая. Кэс. Ух, ух. Я, 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 я. Нифига, в прямом еще. Ой, ой. На, держи. Туше, что же. Зача, ну что ты даешь? Давай, 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 давай. Когда я увидел поры борьбы вот такой миниатюрный с какой-то перегородкой пацак, я уже сразу понял, что шансы вытащить резвую рыбу сильно уменьшились. А вот когда парень стал рукой хвататься за леску и пацаком ловить рыбу как бабочек, внутри я сразу понял, что шансы вытащить именно эту рыбу приблизились к хрен целым 0,1%. Но объяснить местным аборигенам, что так делать нельзя, без знания местного языка явно не получится. Мой день, мой день, что мы домой приедем, блядь, мне тоже комары не кусают, теплую рыбу. Эпизодически его ловится. Ну и напоследок мы вот так ловим. Короче, это что-то мини-креветка, только искусственная. И вот так едем и ловим. И ловится главное. Троллин по-шри-лански. В общем, наша рыбалка за 100 долларов была рассчитана всего на 3 часа, после чего наши гиды указали нам на окончание времени. И мы уже на ожидавшем нас тук-туке поехали домой вдоль океана, где наслаждались разными видами и делали прикольные фотографии. Но несмотря на такую, скажем так, мягко-несерьезную рыбалку, все же это было экзотично и интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова